Хай, это мини-обзор, первое мнение на игру Spelldrifter. Игра вышла 15 октября 2019 года, разработчик FreeRange Games, издатель FreeRange Games. Она продаётся в Epic Games Store, стоит 10 долларов, в Steam её нет. К этому моменту я ещё вернусь. Стоит Солнечная команда была в небе, а смерть высшего земли. Где это подошли, панчет? Солнечное слое было больше всего по-трак beverage. Все равно были по-трактной ситуации. Возвращая ампетлица была вошла. С этой speed весной стадии издавались новыми людьми врагами. Субтитры создавал DimaTorzok Пролог. Пять героев у каждого своя компания. Мы двигаем линейно фигурку по карте, нам показывают диалог, потом начинается бой, в начале боя и в процессе боя тоже будут диалоговые вставки. Боевая система, тактические пошаговые бои, плюс карточная игра. У ваших героев есть шкала хп, справа от неё написан урон, слева броня, она же вычет урона. У врагов то же самое. У каждого героя есть колода карт и вам каждый ход рандомно дают карты из этой колоды. Вверху экрана есть шкала времени, каждая карта имеет стоимость по времени и двигает картинку вашего героя по шкале времени. То есть за время карты стоимостью 2 очка времени можно сыграть 2 карты, которые стоят по 1 очку времени. КОНЕЦ После пролога у вас будет 5 героев и на карте вы можете выбрать 3 из 5, которые будут участвовать в боях. После пролога фигурку можно двигать не по прямой, а с развилками. На самом деле это ничего не меняет, всё равно вы будете проходить все бои. Система прокачки. Герои получают экспу независимо выиграли вы бой или проиграли. На уровне вы получаете дополнительные карты и ячейки для артефактов. В игре есть магазин, где вы можете купить артефакты и дополнительные карты. И есть менюшка, где можно менять карты в колоде. Лично мне боевая система показалась достаточно примитивной и скучной, мне лень было в ней разбираться и поэтому бои превращались в кашу. Субтитры создавал DimaTorzok А ещё кроме ПК игра есть на системе iOS, iPhone, iPad и Apple TV. Спелл Дрифтер для ПК слишком примитивен и минималистичен, а для мобильного устройства может кого-то заинтересует. Субтитры создавал DimaTorzok В 2015 году компания Free Range Games вышла на Kickstarter. Чтобы собрать деньги на игру Labyrinth Collectible Cart RPG. Они хотели собрать 150 тысяч долларов, собрали 156. Лабиринт вышел в ранний доступ 7 марта 2016 года в Стиме. Если сегодня открыть страницу с игрой, вы увидите. Внимание, по запросу издателя продукта Labyrinth больше не продаётся в Steam. Сейчас вы не можете купить или даже поиграть в эту игру, если она у вас есть на аккаунте. Давайте почитаем последний комментарий. Game has abandoned the forums here and dead. Their Twitter is dead. Last activity was April 2018. The time they last updated the game. Their YouTube channel is dead. No uploads for two years. The game itself is dead and that only a few players per day play it. Another early access game bites the dust. Давайте изучим новости, связанные с игрой. Смотрим снизу вверх. Октябрь 2015. Начало сбора денег на Kickstarter. Ноябрь 2015. Деньги собраны. Март 2016. Ранний доступ в Steam. Февраль 2017. Игра становится бесплатной. Сентябрь 2019. Проект закрыт. Но что же произошло с игрой дальше? Не могла же игра, сделанная на деньги бейкеров на Kickstarter, трагически погибнуть и кануть в лету? Нет. Игра, подобно Фениксу, переродилась. Разработчики Free Range Games закрыли проект Лабиринт, убрали игру полностью из Steam'а, переименовали Лабиринт, и теперь Spell Drifter продается в Epic Games 100 и Apple 100. Но это уже не ранний доступ, а полноценный релиз. На сайте Free Range Games есть информация о трех играх. The Calista Protocol, Oddworld и Spell Drifter. И ни одного упоминания о игре Лабиринт. А может ее никогда и не было? Мы находимся в прошлое в этом разработке. Мы привлекли это до этого, мы работали на это за год и полчаса, но мы не в порядке еще. И мы нужны ваша помощь, чтобы привести нас к конкурсу. Когда вы сейчас приглашите нас на уровне, вы будете на уровне на уровне, и вы будете частью этой коммунии, прямо в начале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok